Всем привет и добро пожаловать на мой канал, меня зовут Юля. Сегодня я бы хотела с вами обсудить новые запуски косметики. И из них я бы хотела выделить те, которые я бы не хотела покупать. Вот ни в коем случае те, что у меня попадают в лист антипокупок. И также, чтобы не только ругать косметику, я вам покажу те запуски, которые я хочу приобрести и которым у меня горит душа. Так что, если тебе интересно, то обязательно продолжай смотреть, а мы поехали. Если мы говорим об антипокупках, то думаю, уже абсолютно каждый догадался, что самым первым брендом сейчас стоит в антипокупках этот бренд Анастасия Беверли Хиллз. Вот сами подумайте, как так вообще случилось, что Анастасия Беверли Хиллз, та самая палетки, которые все обожали, палетки, которые все ждали, теперь становится просто главой списка антипокупков. Это нонсенс, по-моему. Однако этот бренд сам создал такую ситуацию, которая вызвана тем, что сейчас они выстреливают палетки просто... Это кошмар какой-то просто. Зачем? Зачем такой палеткопад? Вы только посмотрите, сколько палеток было в последнее время. Коллаборация с Джеки Айна, коллаборация с Алисией Эдвардс, коллаборация с Карли Байбл, а также три палетки сто цветки. Вот эти вот фиолетовые, какая-то персиковая и голубая. Ну что это такое? Это вообще... У меня просто слов нет от того, что происходит. И единственный вопрос, который у меня возникает к Нарвине, это где? Где взять столько денег на все эти палетки? Потому что я действительно не успеваю на все это зарабатывать. И думаю, вообще мало кто успевает это делать, потому что, блин, ну это прям совсем ту мать. Единственная палетка, которая меня заинтересовала из этих всех, это палетка с Джеки Айна. Мне кажется, что у нее интересные цвета. Они с одной стороны и базовые, с другой стороны и какие-то такие есть яркие оттенки, которыми можно разбавить свои повседневные макияжи. В общем, это единственная палетка, которая меня заинтересовала и над покупкой которой я подумаю. Но все остальные просто нет, спасибо. Следующий запуск, о котором мы поговорим, это L'Oréal в коллаборации с Карлом Лагерфельдом. Эта коллекция выйдет уже через неделю, а когда я выпущу это видео, скорее всего, она уже будет в продаже. И это именно тот запуск, который я бы, наверное, все-таки хотела приобрести. Коллекция небольшая, она состоит всего из палетки теней, хайлайтера, туши, помады и подводки для глаз. Но при этом она выглядит очень интересно. Знаете, очень элегантный дизайн у этой коллекции. Он простой, минималистичный, но при этом очень-очень-очень такой, знаете, сдержанный. И вот прям пахнет даже каким-то люксом. Но это не только будет выглядеть как люкс, но это будет еще и стоить как люкс. Потому что палетка теней из этой коллекции будет стоить 2000 рублей. На минуточку, 2000 рублей. Палетка теней L'Oréal. Что это такое? Вот просто что? В какой момент L'Oréal превратился в люкс? Я не понимаю. Но при этом я все равно хочу приобрести эту коллекцию. Если не всю, то хотя бы помаду. Помада там вообще просто в шикарном, шикарном оттенке, который я просто обожаю. И мне очень интересно, что, в общем-то, из нее выйдет. Интересная коллекция. Я бы, возможно, даже приобрела еще подводку. И я бы подумала над хайлайтером. Но, честно говоря, все же стоимость этой коллекции будет такая, что я не уверена, что я буду приобретать ее всю. А вот коллаборация Кайли и Бальман выглядит очень интересно. Сама коллекция, в общем-то, будет небольшая, но очень-очень красивая. Меня, конечно же, привлекает палетка. Вы только посмотрите на эти оттенки в рекламной кампании на Кайли. Насколько это красиво. Такие красивые розовые, какие-то немножечко сиреневые. И такой вот красивый-красивый бирюзовый какой-то оттенок. В общем, просто огонь. Это выглядит невероятно классно. Но, к сожалению, это больше такой, знаете, весенний мотив. А сейчас как бы холодно. Сейчас осень. Сейчас сыро. Сейчас грязно. И в ближайшее время будет становиться только хуже. Потому что близится зима. Так что, на мой взгляд, эта коллекция вышла очень красивая, но совсем не своевременная. Следующий запуск, который потенциально был бы мне интересен, это палетки Huda Beauty. Huda Beauty выпускает три новые палетки. Это будут вот такие вот квадратненькие палеточки из девяти оттенков. Палетки делятся по типу светлая, средняя и самая темная. Самая светлая, очень интересная. Она с таким интересным сиреневатым оттенком, который, мне кажется, должен быть просто бомбой. Если вам, конечно же, удастся. Палетка Medium. Она более теплая. Она, скажем так, очень даже теплая. Она не просто более теплая. И я бы, скорее всего, ее не хотела приобретать. Потому что настолько рыжо-красные оттенки, они, ну, есть, наверное, уже у каждого. И палетка самая темная. Она, на мой взгляд, подойдет не только для темного цветотипа, не только для очень смуглых девушек, но и для светлых. У нее интересные полу-нюдовые, полу-яркие оттенки, которые, ну, в какой-то степени все же перекликаются с палеткой New Nude. Но все же это, на мой взгляд, тоже очень интересная текстура. И у этой палетки, на мой взгляд, очень красивые шиммеры, которые можно вписать довольно-таки в большое количество макияжей. В общем, очень мне интересно, что это за палетки. Очень хочется их посочить, влезть туда своими ручками. Но единственное, чего я боюсь, это качество. Потому что конкретно у худой именно квадратные палетки выходят, как правило, очень плохо. И к ним всегда есть большие вопросы по поводу качества. У KKW Beauty, то есть у нашей любимой Ким, вышла коллекция, посвященная 90-м и супермоделям из 90-х. Я уже успела посмотреть даже несколько обзоров на эту коллекцию. И я лично не хочу ее, честно говоря, приобретать. Лично меня не привлекает эстетика 90-х и макияжа 90-х. Мне они кажутся какими-то, знаете, довольно-таки неуклюжими, какими-то непрофессиональными. Как будто бы не хватает тушевки, не хватает какого-то разнообразия цветов. Я не вдохновляюсь тематикой 90-х. И если посмотреть на саму коллекцию, например, на те же самые палетки теней от Ким, то это коричневая палетка и это черная палетка. Выглядит это все мега базово, мега неинтересно и мега скучно. Не знаю, быть может, кому-то захочется приобрести такую палетку просто-напросто потому, что у него нету чего-то настолько базового, но лично меня как-то не прельщает. Давайте я, наверное, буду сочетать антипокупку и хотелку. И раз уж у нас сейчас была антипокупка, то назову свои хотелки. И я очень хочу приобрести новые для России палетки от Evelyn. Эти палетки уже не являются новинкой. Они уже месяца 3-4, наверное, как выпущены в Европе, по крайней мере в Польше. Но в России они только что появились. Это три палетки. Палетка Sparkle, палетка Angel Dream и палетка Charming Mokka. Больше того скажу, я уже успела на данный момент эти палетки приобрести. И буквально сегодня утром, в день этого видео, они ко мне приехали. Вот палетка Sparkle, вот так она выглядит. Внутри она вся из себя такая оранжево-красная. Палетка Angel Dream, вот такая вот. И палетка Charming Mokka, которая, на мой взгляд, самая интересная и которой я, кстати, сегодня накрасилась. Так что, если вам интересно, что у меня на глазах, то на глазах у меня именно она. А внутри это дело выглядит вот так. Очень красивые и интересные палетки. Как я уже сказала, я их не только хочу купить, но я их уже и приобрела. Так что, в скором времени ждите обзор. Леди Гага тоже запустила свою косметику, и бренд называется, по-моему, House Laboratories. И честно, у меня не лежит душа к этой косметике. Я хорошо отношусь к Леди Гаге. Мне в целом нравится ее творчество. Особенности старые. Такое вот еще в те времена, когда я была в школе, там были просто такие взрывные песни. Очень классные и интересные. Классные и интересные клипы. Но именно косметика меня не прельщает. Достаточно просто зайти на сайт и посмотреть на эту саму косметику. Я ожидала чего-то такого, знаете, интересного, нетривиального, какой-то необычной косметики. А получили мы в итоге, ну, только разве что необычные макияжи непосредственно на сайте, которые не очень хорошо выполнены. Ну, а получили мы, по сути, какую-то обычную, не очень интересную косметику, которой полно в люксе, которой полно в миддл-маркете, которой полно в масс-маркете. И, ну, покупать это по цене люкса, ну, честно говоря, не очень хочется. К тому же, эта косметика стала уже появляться у блогеров. И обзоры на нее тоже какие-то не очень. В общем, на мой взгляд, это провальный запуск. Обязательно посмотрите видео Ленский Бьюти про Амазон и Леди Гагу. И почему, в общем-то, общественностью очень критикуется выбор площадки, то есть именно Амазон. Амазон славится своей плохой репутацией в отношении своих сотрудников. И за это очень сильно критикуют Леди Гагу, которая, с одной стороны, вроде бы все влюде, все для вас, все хорошее, но при этом начинает поддерживать такую площадку, которая вот нехорошо поступает. У Шарлотты Тилбери тоже появилось три новые палетки. Две из них это палетки для глаз и одна палетка для лица. Первая палетка для глаз, самая новенькая, называется Sterey Eyes to Hypnotize. Это большая палетка, которую Шарлотта обычно выпускает примерно к Новому году. Это, как правило, лимитки. И эта палетка имеет 12 рефилов. Все эти рефилы разделены на 4 области по 3 рефильчика. И, по идее, каждые эти три рефилы, это такая, скажем, отдельная область, с которой можно создать какой-то макияж полностью в этих оттенках. Например, первые три оттенка, это такие более... Это макияж в оттенках шампанского и рыженького. Вторая тройка, это такие розово-персиковые оттенки. Третья тройка, это серо-зеленые болотные оттенки. И последняя, это нечто новогоднее, черный и такие вот прям сияшки серые и светлые. В общем, ну не знаю, с одной стороны, выглядит интересно, но с другой стороны, как минимум половина этих оттенков есть уже у абсолютно каждой девушки, кто приобретал палетки за последние, ну, года 2-3. В общем-то, поэтому лично я не буду приобретать эту палетку. Вторая палетка у Шарлотты, это еще одна четверочка. Очень красивая, интересная четверочка, у которой все оттенки шиммерные. И честно, с одной стороны, я бы хотела ее приобрести, но с другой стороны, я боюсь, потому что я недавно уже обожглась на этой палетке. Я приобретала палетку Exaggerize, и она мне не очень понравилась. Из того, что я хотела бы приобрести, могу выделить Guerlain. Там выходит новая, ну, наверное, коллекция. Все-таки там будет помада, чехол для помады золотой. Будут новые метеориты и также палетка для глаз. Вот палетку теней я бы не хотела приобретать, потому что она, на мой взгляд, уже очень скучно выглядит. А вот помаду в золотом футляре и метеориты я бы очень хотела попробовать. Вообще, я очень наслышана об этой формуле помад Guerlain и вот этих вот футлярах, которые очень красивые, которые можно коллекционировать. Поэтому, естественно, у меня душа горит. Хочется что-то такое себе тоже заполучить в коллекцию. Ну, а относительно метеоритов все понятно, это очень знаменитое средство. Я все еще его не попробовала, каюсь. И, в общем-то, это одна из причин, почему я хочу это попробовать. Кстати, если у кого-то из вас есть опыт использования метеоритов от Guerlain, то напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Мне будет очень интересно почитать ваше мнение, стоит ли вообще это средство своих денег и нужно ли это приобретать. Ну что ж, а это, пожалуй, все, что я хотела сказать. Все, на чем я бы хотела акцентировать свое внимание. Так что, спасибо большое всем, кто досмотрел это видео до конца. Очень надеюсь, что оно вам понравилось. Если это так, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем пока-пока!